Государева Ока. Необычайно важную и ответственную роль надзорному органу отвел еще Петр I. У прокуратуры Ивановской области в этом году юбилей. 95 лет. Первый прокурор Иваново-Вознесенской губернии приступил к работе 1 сентября 1922 года. Тогда и начался отсчет. Наша героиня Зоя Ивановна Герасимова ветеран службы. Становление прокуратуры происходило на ее глазах. На должность стажера-следователя она, будучи молодой девушкой, пришла в 1955 году. И была это Формановская прокуратура. Это фактически был сарай без всяких удобств, тем более и санитарно-гигиенических. Транспорта не было. Правда, если не считай, гужевой транспорт. Лошадка была. Ну и то ее давали очень редко. Почему? А потому что дозированно выделялось даже овес этой лошадки. И его берегли. Поэтому приходилось ходить пешочком. А ходили следователи тогда много. Присутствовать нужно было на всех происшествиях с летальным исходом. Первые уголовные дела у Зои Герасимовой были как на подбор. Боевое окрещение кровью. Сначала сбитая паровозом глухонемая местная жительница. А потом двойное убийство на окраине города. В ночь перед Рождеством озверевший рецидивист расправился с соседкой, которая давала показания в суде по его прошлому делу. А затем наведался к теще и свекру. У них находилась его маленькая дочь. Это такая картина, знаете, как после цунами. К одному из частных домов. Значит, все перерублено, все изрублено. Входная дверь вся на кусочки. И когда мы перешагнули порог, видели труп девочки. Пятилетний. Разрублена голова. Одна часть головы в одну сторону, другую в эту. Тут крови, море. Прошли внутри дома бабушка и дедушка. Полуживые. С рубленными ранами. Безусловно, за такое зверство преступник получил тогда высшую меру наказания. Смертную казнь. Для Зои Ивановны то дело тоже не прошло бесследно. Страшные картины отпечатались в ее памяти на всю жизнь. В прокуратуру области следователя Герасимову перевели в 1959 году. Государевым оком она была 41 год. И общаясь сегодня с новым молодым поколением сотрудников, по-хорошему им завидует. Кадры по сравнению с нами более образованные, более грамотные. Используют достижения науки и техники. В общем, у них все возможности для того, чтобы работать. Случайных людей в прокуратуре быть не должно, убеждена наша героиня. Это такая работа, где нужно отдавать себя полностью, чтобы любой виновный, независимо от социального статуса, понимал, наказание за преступление неотвратимо. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Особенно граждан...